На очереди второй бой. Полулегкий вес. В синего галактагона приглашается боец из Узбекистана. Бехрус Фазлединов. Двигаемся дальше и переходим к полулегкой весовой категории. Бехрус Фазлединов против Кирилла Ироненко. А вот и Бехрус. 19-летний боец из Узбекистана, представляющий команду Амир Тимур, по профи в ММА. Провел пока только два боя, в которых одержал уверенные победы. Ирлана Рахман Бердеев был гильотинирован уже в первом раунде, а Абдуллов Назаров нокаутирован во втором. По любителям у Бехруса также регалий предостаточно. Он чемпион Узбекистана по боевому самбо и муай-тай. Всего две победы, ноль в графе поражений. Да, разные есть рекорды. Но вот два поединка лично я у Бехруса нашел. Ну что ж, второй представитель у нас команды Амир Тимур. У Нематова не получилось. Посмотрим, как выступит Бехрус. Кстати, да, тут много совпадений. И Абажону 19 лет, и Бехрусу тоже 19. Но все-таки Бехрус уже выступал и горечи поражений не познал. В красный угол октагона приглашается его соперник из России – Кирилл Мироненко! А вот и Кирилл Мироненко. Кстати, Леш, ты начал уже говорить о совпадениях с предыдущим боем. Вот Адилет Ашимов, победитель предыдущего поединка, три дня назад отпраздновал свой 21-й день рождения. А Кириллу Мироненко позавчера исполнилось 22 года. Он из Ростова-на-Дону представляет клуб «Пересвет». Кирилл – чемпион Ростовской области, призер первенства Южного федерального округа по ММА, также кандидат мастера спорта по ММА. И сегодня дебютирует как профессиональный боец смешанного стиля. Многие из вас, уважаемые телезрители, наверняка знакомы с командой «Пересвет». Конечно же, главная звезда там – это Александр Шаблий. Но коллектив развивается, и там появляются новые звезды. Возможно, как раз звезда Кирилла Мироненко начнет восходить именно сегодня. Получает разрешение на вход в клетком Кирилл. Ну и пожелаем также удачи Александру Шаблию в его противостоянии грядущим с экс-чемпионом «Беллатра» Брентом Примусом. Боец в синем углу. Ему 19 лет. Рост в 1 метр 80 сантиметров, без 66,2 килограмма. Родом из Узбекистана представляет клуб «Амир Тимур». Он чемпион Узбекистана по боевому самбо, ММА и Муай-тай. Его профессиональный рекорд – один бой, одна победа. Бехрус Фазлединов! Его соперник – боец в красном углу. Ему 22 года. Рост 175 сантиметров, вес 65,9 килограмма. Из России славного Ростова-на-Дону представляет клуб «Пересвет». Он чемпион Ростовской области по ММА. Призер южного федерального округа по ММА. Его профессиональный рекорд – два боя, две победы. Кирилл Мироненко! Рефери в октагоне – Павел Осокин. Готов? Габа? 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 Первый раунд! Бой! Полулегкая весовая категория – Бехрус Фазлединов. А в синем углу в красном – Кирилл Мироненко. И Бехрус сразу же пошел вперед. Фронткейк пробил. Пытается прибрать инициативу к своим рукам. Внутренний лоу-кик на грани фолла. И опять работает левой ногой Бехрус. В стойке левши начинает этот поединок. Боец из Узбекистана. Еще один лоу-кик. Кирилл пока не форсирует события. И посмотрите, как обрабатывает в такой тайской манере. Начинает поджимать Бехрус. Пробивает еще и по корпусу. Очень хороший настрой у Фазледдинова. Так, Кирилл пока что не может почувствовать темп этого поединка. И ожидаемый переход в борьбу уж слишком агрессивно. В стойке смотрелся Бехрус на первых секундах этой встречи. Пытается взять там на гильотину. Но посмотрите, как ногами здорово отрабатывает Кирилл. Тут же замок по две ноги. Сейчас освободит голову. И будет создавать предпосылки для того, чтобы уже наносить удары. Ну, может было бы еще и, да, расположить соперника по-другому. Но в итоге контрит очень здорово Бехрус. Правда, запускает оппонента себе за спину. И сейчас отличная позиция у Кирилла Мироненко для того, чтобы провести удушающий прием. Освобождает он руку. Полный маунт. И сейчас могут полететь удары. И, судя по всему, они обязательно полетят. Точных пока не так много. Бэкмаунт очень высокий. Может соскочить здесь Кирилл Мироненко. И заход на удушающий прием. Замок есть на пояснице. И необходимо освободить левую руку Кириллу для того, чтобы закрыть и продолжить этот захват. Смотрим. Да, захват весьма перспективный. И, судя по всему, да, там предплечье под подбородком есть. А вот, да, контролирует руку соперника Бехрус. Пытается развернуться. Не получается. И вот сейчас... И еще одна попытка. Нет. Но подбородком защищается все-таки Фазлединов. И... Пошел удушающий захват. Все! Браво! Две минуты. Прекрасная победа удушающим приемом. У нас второй поединок на турнире заканчивается в первом раунде. И вновь удушающий прием. Расстроен, конечно же, Бехрус Пазлединов. Здорово начал в стойке. Да, так по-хорошему дерзко, в общем, атаковал соперника. Кстати, и во втором подряд поединке побеждает человек, у которого день рождения был. Несколько дней назад проигрывают ребята из команды Амир Тимур в первых двух боях. Но молодец Кирилл Мироненко. В общем, не спасовал. Несмотря на уверенное начало соперника, перевел бой в борьбу и там быстро решил все вопросы. Садитесь-ка на ваших экранах. По ударам даже Фазлединов был и впери, но все решила борьба. Наш второй бой продлился ровно две минуты. Победу удушающим приемом. Свою третью победу в третьем бою. А держал боец красного угла Кирилл Мироненко. Поздравляем Кирилла с этим успехом. Также поздравляем всю команду Пересвет. Ну а Бехрузу желаем не унывать. Он сегодня потерпел первое поражение в качестве профессионального бойца ММА. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова